Всем привет! С вами Дом Чёрной Совы и Аня Хитрик. У-у-у! Ага, проухала мудрая птица-сова. Ну что, готовы к приключениям? Тогда добро пожаловать! Сегодня книга для Натана и Тамары. «Грызун с большой дороги». Джулия Дональдсон. Грызун с большой дороги давным-давно забыт. А был он страшный злый день и попросту бандит. Прохожего проезжего, настигнув на ходу, он им дорогу преграждал, кинжал и зубы обнажал и отбирал еду. С базара шла зайчиха-мать, петляя между скал. «Стоять! Не с места!» И клинок пред нею засверкал. «А ну давай сюда пирог с вареньем бутерброд, и с карамельками кулек, и вересковый мед, иначе слово грызуна тебя погибель ждет!» Но бедная зайчиха заплакала в ответ. «Несу я только клевер зайчатам на обед!» «Давай сюда, свой жухлый клевер! Он мне не по нутру, но я грабитель! Я грызун! Что вижу, то беру!» Домой бельчонок тачку вез однажды вечерком. Навстречу выехал грызун и замахал клинком. «А ну давай сюда зефир, печенье, мармелад, батончик, пончик и эклер, компот и лимонад! Разбойник я, бандит и вор! И мне сам черт не брат!» «Везу я горсть орешков для мамы, посмотри!» «Давай свои орешки трухлявые внутри! Давай сюда, орешки, и прекращай ныть ее! Ведь я грабитель! Я грызун! Что вижу, то мое!» Ползли цепочкой куравьи, спеша домой попасть. «Но на пути у них грызун!» Ощерил грозно пасть. «А ну давайте-ка сюда! Тянучки и драже, помадки, трубочки, халву, суфле и бланманже! С утра в засаде я сижу и голоден уже!» «Несем мы только листик для супа своего, зеленый свежий листик и больше ничего!» «Дурацкий горький листик себе оставлю я, ведь я грабитель!» «Я грызун!» «И вся еда моя!» Так день за днем он обижал букашек и зверей, без мух оставил паука, весь кошкин дом без молока, он даже сено воровал лошади своей. Зверюшки все в округе худели на глазах, а вор с большой дороги толстел, как на дрожжах. Шла по дороге уточка, учтива и мила. «Эй, крошка, что там у тебя? Должно быть пастила?» «Как?» «Ничего?» «Ну что ж, тогда тебя я съем!» «Да, невкусен будет ужин мой, уж больно ты худа, но я грабитель, я грызун, и мне нужна еда!» «Мне речи ваши жутки, но я вам удружу, к моей сестрице утке дорогу покажу. Она живет в пещере, там булочек не счесть, и с маком, и с корицей, и даже с медом есть». «Вперед!» И с пленницей своей коня опустив галопом, помчался в горы наш злодей по незнакомым тропам. Но вот и вход в пещеру, а там не огонька. «Кра-кра, сестра, привет, сестра!» В ответ «сестра, сестра, сестра» звучит издалека. «А есть ли булки у тебя, чтоб досы-то поесть?» И снова слышится в ответ из мрака. «Они мои!» Вскричал грызун. «Мои, черт подери!» И из пещеры донеслось «бери-бери-бери-бери-бери-бери». И вот в пещеру входит он, кругом глухая ночь. Взлетела уточка в седло и поскакала прочь. За поворотом поворот, с трудом держа узду, Она спешит вперед-вперед, она везет-везет-везет друзьям своим еду. Вмиг отвязали от седла с припасами в юки и пировали до утра. Голодные зверьки и танцевали у костра, и распевали до утра. «Он больше не придет! Ура!» Жучки и хомяки. Вор блуждал за эхом в пещерах под землей. На свет в чужой долине он вылез чуть живой, худой. В одежке вытертой работу он нашел. И в булочной кондитерской, нет, вовсе не в бандитерской, Метет по будням пул. Ну что ж, увидимся до мчальной совы. Пока! Ага, проухала мудрая птица-сова. Субтитры создавал DimaTorzok